Приморский адвокат, проект 8 канала, только в интернете набирает сотни просмотров. Как правильно поступать в ситуациях, когда человеку требуется помощь в защите его нарушенных прав? Вот уже более полугода адвокат Игорь Поляков объясняет это жителям Владивостока и края простым и доступным языком. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я расскажу вам о праве необходимой обороны. Это право, которое неожиданно возникает у человека в случае нападения на него, условно говоря, преступника. Идея создать на телевидении проект, в котором можно квалифицированно консультировать жителей по любым юридическим вопросам, у Игоря Полякова возникло около полутора лет назад. Сначала в своей программе адвокат давал советы по тем проблемам, с которыми к нему чаще всего обращались за консультацией. Что касается передачи «Приморский адвокат», то она систематизирована, она действительно несет правовую пользу людям. Она нужна. Обратная связь с телезрителями присутствует. Это началось уже с момента выхода первой передачи. Стали поступать и звонки, люди стали обращаться чаще. Им это надо. Адвокатской практикой Игорь Поляков занимается почти четверть века. За это время опыта накопилось столько, что юрист порой заранее знает, ответа на какой вопрос зрители ждут от него именно сейчас. Однако конкретную методику по каждому конкретному делу, подчеркивает Игорь Поляков, необходимо вырабатывать индивидуально. Для полноценной всесторонней консультации требуется знание и смежных отраслей права. Соответственно, время шло, я углублял свои познания. На сегодняшний день я работаю в режиме практически реаниматора. То есть я могу один проконсультировать человека по разным вопросам права всесторонне и квалифицированно, будучи уверенным в том, что я даю правильную консультацию. Каждый гражданин России согласно федеральному закону номер 324 имеет право на оказание бесплатной юридической помощи. Программа «Приморский адвокат» пусть и косвенно считает, Игорь Поляков также выполняет эту важную социальную функцию. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.